Всем привет, мои дорогие! Я Елена Галант. В этом видео дам вам пару идей, как можно продолжать носить свои любимые летние и демисезонные платья в холодное время года. Так что, если вы такой же любитель платьев и юбок, как и я, оставайтесь со мной, это видео будет вам интересно. Итак, я вам покажу 5 коллажей, 5 конкретных образов, как можно носить свои любимые легкие платья в холодное время года. Я решила использовать конкретные вещи, которые сейчас можно найти в онлайн-магазинах у различных брендов и составила из них готовые образы, включая сумки, обувь, верхнюю одежду, в общем, все-все-все. Для того, чтобы вам визуализировать готовый образ, как это может выглядеть в реальной жизни. Итак, начнем! И образ номер один, наверное, можно сказать, что это самый банальный образ, это надеть платье-рубашку. Наверняка в каждом гардеробе модной девушки есть подобное платье-рубаха. Особенно они хорошо, если в средней длине. Такие платья прекрасно будут смотреться в холодное время года, потому что вы можете надеть высокие сапоги, и сапоги будут чуточку выше, чем подолг платья, тем самым вы решаете проблему колготок. Вы можете надеть самые теплые, хоть шерстяные, хоть колготки с начесом, и вам будет тепло в платьях средней длины. Поэтому, если у вас есть платье-рубашка в миди средней длины, это идеальная вещь для того, чтобы продолжать ее носить в холодное время года. Еще один важный момент. Выбирайте такие платья, которые не имеют излишнего объема снизу. А если таковой и имеется, то хотя бы из легких струящихся материалов, потому что мы с вами будем утепляться, мы с вами наверх будем надевать что-то объемное, очень теплое. И для того, чтобы не получался двойной oversize, то есть и объем сверху, и объем снизу, нам нужны более вытягивающие силуэты платьев. Идеально подойдут те платья, которые как минимум покроены по косой или просто прямого силуэта. В таком случае, надевая объемный свитер сверху, у вас получается гармоничный силуэт. Итак, вернемся к теме платьев-рубашек. Итак, я предлагаю взять нейтральное платье манго. Сейчас вы его можете найти и на официальном сайте, и, естественно, в любом офлайн-магазине. Я решила взять все-таки платье с леопардовым принтом для того, чтобы поиграть немного в тренды. Вы можете взять то платье, которое висит у вас в гардеробе, которое наверняка имеется в вашем шкафу. Или, допустим, это может быть платье в клетку. Кстати, выбирайте те платья, которые имеют более темные цвета. Например, это может быть бордовый, тыквенатинок оранжевого, коричневый. Или, если это цветочный принт, но все же цветочный принт с преобладанием темного фона. Такие платья легче стилизовать в холодное время года. Итак, берем леопардовое платье бренда Mango. Надеваем сверху объемный свитер. Как я уже говорила, для того, чтобы избежать слишком большого двойного объема сверху и снизу, выбираем удлиненный свитер, но не слишком широкий. То есть тот, который будет все-таки слегка, хотя бы слегка вытягивать силуэт. Но при этом удлиненный, теплый, с высокой горловиной. Дальше я предлагаю взять сапоги с широким голенищем. Трендовые сапоги с широким голенищем на невысоком устойчивом каблуке. Почему сапоги? Для того, чтобы избежать проблему с колготками. Для того, чтобы эти сапоги были чуточку выше, чем подол юбки. И сверху надеваем самую теплую шубу, которая есть в вашем гардеробе. В качестве примера я решила взять эту шубу из искусственного меха от бренда Mango. И пару слов о том, как подбирать бежевый цвет к леопардовому принту. Это самое классическое нейтральное сочетание. Леопардовый принт плюс бежевый цвет. Но тут главное подобрать правильный оттенок этого бежевого цвета. И так как мы это делаем? Посмотрите внимательно на свой леопардовый принт. Если он выполнен в теплых оттенках, к примеру, в нем много карамельных, коричневых оттенков, тогда и ваше пальто должно быть в теплом бежевом оттенке. И наоборот, если леопардовый принт выполнен в более серых цветах, тогда ваш бежевый цвет, то есть, к примеру, бежевое пальто, должно быть в более холодном оттенке бежевого, то есть, в оттенке taupe. Дальше я решила добавить два трендовых элемента. Это сумка-ведерко от бренда Dance Land. Я просто влюблена в эту сумку. Я считаю, что если уж и покупать middle market сумки, то есть, сумки среднего ценового сегмента, то обратите внимание именно на этот бренд или на второй бренд Wandler. И крупные сельки кольца просто для того, чтобы закончить образ. Вот такой образ у нас получается. По сути, можно сказать, что платье в данном конкретном случае играет роль юбки. Следующий пункт. Возьмите свое летнее платье или осеннее платье и наденьте под него плотную, хорошо сидящую по фигуре водолазку. Выбирайте тонкие шерстяные водолазки, возможно, водолазки боди. И еще один важный момент касательно цвета. Выбирайте водолазки, цвет водолазок, не совпадающий с цветом платья, потому что нет ничего хуже, чем водолазка, которая сливается с вашим платьем. Человек, который будет на вас смотреть, будет все время отвлекаться в попытке рассмотреть, где же заканчивается платье, начинается водолазка и почему меняется фактура, но остается цвет. Поэтому выбирайте интересное сочетание цветов. Если вы себя чувствуете неуверенно в зоне сочетаемости цветов, тогда просто выбирайте классические нейтральные цвета, такие как белый молочный цвет или черная водолазка, белая или черная водолазка всегда будет хорошо сочетаться с любыми вашими платьями. И в качестве примера я решила взять вот это платье-рубаху, которое я нашла на сайте Asos. Это 100% вискоза. Оно мне понравилось, во-первых, из-за того, что у него классические осенне-зимние цвета. Хороший оттенок, тыквенный оттенок оранжевого цвета, бордовый, и есть тонкие белые лепесточки. А значит, вы можете, к примеру, надеть под него бордовую водолазку, которая примерно будет совпадать по цвету с цветом лепесточков на платье. Не обязательно 100% попадание, это может быть любой оттенок бордового. Добавить сапоги с широким голенищем бордового цвета. Опять же предлагаю сапоги, потому что я вижу, что у этого платья достаточно широкий подол, а значит, нужно немножечко вытянуть силуэт. Если мы наденем тяжелые ботинки, то силуэт будет немного тяжеловатым, снизу особенно. Если вы счастливая обладательница модельной внешности с высоким ростом, худая, стройная, то, конечно, эти ботинки никак не будут съедать ваш рост, а наоборот, будут подчеркивать вашу хрупкость. Если же вы обычная женщина с обычными женственными формами, тогда все-таки выбирайте более аккуратные, более элегантные сапоги, которые будут все-таки немного вытягивать силуэт и придавать легкости вашему шагу. И решила продолжить тему, заданную платьем, тему игры сочетания бордового и оранжевого. Это одно из самых интереснейших сочетаний, которые только можно себе представить. Это аналоговое сочетание цветов, то есть эти цвета находятся рядом в цветовом круге, и значит, если мы добавим, к примеру, дубленку или теплую шубу бордового цвета, то захочется добавить сумку оранжевого цвета. И для того, чтобы объединить эти два цвета между собой, я предлагаю надеть клетчатый шарфик. Вообще, я обожаю клетчатые шарфики. Мне кажется, что это самый простой способ закончить зимний образ, подобрать клетчатый шарфик, который между собой будет соединять несколько цветов, присутствующих в вашем образе. И, кстати, я подобрала еще и шапку, но не буду показывать ее в коллаже, для того, чтобы его не слишком перегружать. Оставлю все ссылки в инфобоксе, так что, если вам интересно, какую шапку я подобрала к этому образу, открывайте инфобокс. Кстати, у меня следующее видео на канале, то есть в следующий понедельник планируется видео, которое будет полностью посвящено теме шарфы и шапки, как их сочетать между собой, как можно носить интересным способом шарфы. Так что, если эта тема вам интересна, не забывайте включать в понедельник мой канал. Дальше, следующий, один из самых трендовых силуэтов, это платье в цветочный принт плюс блейзер. Вот здесь, как никогда раньше, важно подобрать правильно верхнюю одежду, потому что мы с вами понимаем, что блейзер, жакет, пиджак всегда бывают объемными, он всегда добавляет объема как минимум в зоне плечей, а может быть даже и во всей верхней зоне вашего тела. Поэтому тут главное правильно подобрать платье, которое не слишком будет добавлять объема снизу, потому что объем сверху, объем снизу это будет слишком. Конечно, если вы не та самая модель с тем самым модельным ростом и с той самой модельной худобой. Если вы обычная девушка, тогда все-таки выбирайте блейзеры не слишком объемные, или самый простой выход из ситуации, это повязать ремень, кожаный пояс поверх пиджака, поверх жакета, для того, чтобы обозначить свою талю и тем самым все-таки намекнуть окружающим, что вы женщина. Итак, предлагаю взять платье в цветочный принт на черном фоне. Как я уже говорила, вот такие платья, цветочный принт на черном фоне, легче всего стилизовать в холодное время года. И решила добавить жакет из ткани букле в клетку. Во-первых, давайте поиграем немного, совсем немного, аккуратно поиграем на миксовании принтов. Цветочный принт плюс легкая, ненавязчивая, не слишком контрастная клетка. Вот такие комбинации принтов не будут слишком бросаться в глаза и не будут выглядеть слишком откровенно агрессивно. Добавляем к этому образу черные плотные колготки и трендовые ботильоны, туристические ботильоны. Я рассказывала про этот тренд в одном из своих последних видео на канале, про тренды обуви на зиму, если кому интересно, оставлю ссылку на это видео в инфобоксе. Вот такие ботильоны, ботинки я для вас выбрала. Признаю, что это дорогие ботинки, это бренд-бренд за Скуллер. Можно сказать, что это люксовый бренд, но мне показалось, что они настолько идеально подходят к этому платью, что предложить вам что-то другое я просто не могла. Я оставила ссылки на альтернативные варианты, с помощью которых вы можете заменить эти дорогостоящие ботинки. А дам вам лишь маленький совет. Для того, чтобы разнообразить свой гардероб, вы можете купить дополнительную пару шнурков, цветных шнурков к своим ботинкам. Многие обувные магазины, кроме обуви, продают еще комплекты шнурков. Вы можете, к примеру, купить нейтральные черные шнурки и докупить еще одну пару желтых шнурков, одну пару красных шнурков, для того, чтобы время от времени их менять под цвет сумки или под цвет вашего пальто. В данном конкретном случае у меня шнурки сочетаются с желтыми цветами на платье. Вот такие маленькие элементы, которые делают образ более законченным и более гармоничным. Ну и добавляем к образу теплую шубу. Вы можете выбрать свою любимую теплую черную дубленку и желтую сумку в качестве одного яркого цветного акцента. Вот это сочетание достаточно высокой контрастности сочетания черного и желтого будет здорово смотреться на фоне зимы, но при этом желтый все-таки будет немного согревать нас. Потому что, как мы с вами знаем, желтый один из самых теплых цветов, присутствующих в цветовой палитре. Дальше одно из самых интереснейших сочетаний это платье плюс объемный стейтмент кардиган. То есть кардиган, который и является модным заявлением. К примеру, у вас есть какое-то скучное платье, которое вы не носите по причине того, что оно слишком банальное, слишком черное, слишком облегающее. Это тоже, кстати, хороший способ спасти платье, которое село или которое просто по тем или иным причинам слишком узкое на вас, и вы стесняетесь его носить. Так вот, выберите яркий, объемный, длинный кардиган, который вы сможете носить поверх этого платья, тем самым спасая образ. И в качестве примера беру вот это шерстяное платье от бренда Benetton. Это 100% шерсть, достаточно скучное базовое платье. Честно говоря, я бы такое не купила, но посмотрим, как можно его спасти и как можно его поднять на совершенно новый стилистический уровень. Итак, предлагаю добавить к этому платью объемный теплый кардиган с леопардовым узором и повязать сверху ремень. Я не люблю слишком часто повязывать ремень сверху жакетов, пиджаков, но иногда это требует силуэт, потому что если мы это не сделаем, то у нас будет эффект колобка, потому что представьте себе теплое трикотажное шерстяное платье, сверху теплый трикотажный кардиган. Все это добавляет, ну скажем так, немаленький объем шерсти вокруг нашего тела. Для того, чтобы мы не превращались в шарики, нам нужно немножечко приструнить весь этот шерстяной объем и повязать сверху ремень. Предлагаю продолжать тему леопардовых принтов, леопардовых узоров и дополнить образ вот такой шубы с леопардовым принтом. Я, кстати, мерила эту шубу, это бренд Mango, очень она мне понравилась. Не скажу, что она слишком теплая, ну скажем так, на минус 20 она не предназначена. Но если вы хотите купить себе какую-то шубу, в которой эффектно можно выйти на улицу, погулять с подружками, в минус 5, я думаю, она точно будет греть. Оставлю ссылку на эту шубу, она сейчас есть и на официальном сайте, и на сайте LaModa. И чтобы сделать образ еще чуточку более трендовым, более современным, предлагаю вместо шапки надеть кепку, теплую шерстяную кепку. Вы можете заменить ее и на обычную серую шапку, но с кепкой образ будет все-таки более дерзким и более молодежным. И сумка Wandler. Вы знаете, что я в последнее время стала фанатом этих сумок. У меня, у самой недавно появилась фиолетовая сумка бренда Wandler, я очень довольна, получаю в нее удовольствие, и поэтому в этой подборке будет много сумок этого бренда. Мне понравилось, что в этой сумке присутствует три базовых цвета, тем самым эта сумка обладает максимальной комбинаторикой и максимальной универсальностью. Она не выглядит слишком банально, как если бы это была обычная серая сумка или обычная белая сумка. В ней есть комбинации цветов, а значит она выглядит более свежо и более интересно. Вот такой образ у меня в итоге получился. Мне кажется, что это один из самых интереснейших образов. А мы переходим к последней идее. Итак, наденьте поверх своего платья, летнего осеннего платья, джемпер с большим V-образным вырезом, для того, чтобы его можно было сместить на одно плечо, открыв одно плечо. Я, конечно, понимаю, что такой вариант, такой силуэт подойдет не для слишком холодной зимы, но, возможно, у вас такая. Тем более, мы с вами подберем шарф, который можно будет надеть, полностью перекрыв зону декольте, для того, чтобы максимально сохранить тепло. Это будет хороший шерстяной шарф. Кстати, я подобрала еще и тонкие кашемировые шарфы, которые тоже хорошо нас будут согревать. И еще маленький момент по поводу платьев. Идеально было бы, конечно, подобрать платье, которое будет на тонких бретельках. Тогда силуэт будет идеальным и образ будет смотреться идеальным. Тонкие платья в стиле комбинации с открытым плечиком и V-образный вырез, который сексапильно приоткрывает плечико. Вот это будет просто идеальнейшая картинка. Я нашла подобное платье на сайте Asos. Кстати, его же вы потом сможете надевать и на вечеринки, и на новогодний корпоратив. Главное придумать, с чем его сочетать. Например, оно прекрасно будет сочетаться с тонкими кожаными бадфортами серого цвета. Или, допустим, с тонкой рубашкой, боди-рубашкой под это платье. Или, к примеру, просто с хлопковой футболкой под него. В любом случае, берем это платье, добавляем сверху удлиненный розовый джемпер. Я подобрала несколько похожих джемперов в различных ценовых сегментах. Для того, чтобы вы могли подобрать самую приятную для вас цену. Но самое главное, мы ищем джемпер с глубоким V-образным вырезом. Удлиненный, но при этом не слишком объемный. Как я уже говорила, нам не нужен объем сверху и объем снизу. Мы ищем такой джемпер, который будет удлиненный, но не слишком объемный. И добавляем пыльно-розовую шубу. Кстати, это шуба бренда Grand Style. Я уже несколько раз ссылалась на этот бренд. Очень меня порадовала эта шуба, потому что она визуально очень похожа на ту самую культовую, всеми бодницами желанную IT шубу от бренда Max Mara. Наверное, многие узнали силуэт бренда Max Mara, главной шубой всех сезонов от бренда Max Mara. И даже цвет они немножечко угадали тот же, который есть в коллекции от бренда Max Mara. Добавляем мы эту шубу, шарф, как я уже говорила, объемный, теплый. Можно его сложить таким образом, для того, чтобы он максимально перекрывал нашу зону декольте и согревал нас. И сумка того же бренда Wandler, о которой я говорила в предыдущем коллаже. Образ у меня получился более нарядный, для того, чтобы, к примеру, выйти с подругами, посидеть вечером в кафе. В таком образе, конечно, на работу, хотя все зависит от того, какая у вас работа, какой коллектив. Возможно, если вы творческая личность, то вы можете позволить себе и надеть вот такой наряд в рабочий день. Все, я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что мы их 5 образов, 5 коллажей вдохновили вас. Вспомнить, какое у вас есть платье в вашем гардеробе, не откладывать его до марта, а продолжать носить его уже буквально сейчас, пока не настали по-настоящему холодные зимние дни. Напомню лишь о том, что ссылки на все вещи, которые я использовала в своих коллажах, я оставлю в инфобоксе, так что не задавайте лишних вопросов. Если вам понравилась какая-то из указанных вещей, открывайте описание под этим видео и ищите соответствующую ссылку. А мне лишь остается вам пожелать хорошего настроения и оставайтесь женственными всегда, не взирая на погоду. Всем привет, мои дорогие! Я, Елена Галант, в этом видео расскажу вам все, что нужно знать о самой стильной, удобной и комфортной верхней одежде на зиму, а именно о пуховиках. Я вам расскажу о том, как выбрать грамотный наполнитель для того, чтобы пуховик был действительно теплый и действительно вас согревал зимой, как подобрать идеальный пуховик для своего типа фигуры, ну и кроме этого дам несколько советов, где их искать и у каких брендов покупать. Так что, если эта тема вам интересна, оставайтесь со мной.